Цыплят по осени считают. Поживем посмотрим. Что было знаем, что будет увидим. Поменялись фамилии. Остальное как было, так и осталось. Насколько я знаю, советников, грузинов там как-то взяли. Я к этому отношусь очень положительно. Потому что, судя по грузинскому опыту, у них все получилось. Все возможно изменить, все возможно сделать. Просто на данный момент пока что никаких серьезных шагов не сделано. Коррупция, как была, так и осталась. Я понимаю, что это длительный процесс, но тем не менее. Наверное, самое положительное из того, что сделано, это, пожалуй, что эти вопросы подняты и есть попытки их решения. Насколько они будут эффективны, но время покажет. Наверное, это виднее тем, кто с ним ближе сталкивался. Да нормально, пусть реформирует. Хорошая идея. Вот если смотреть, как будет по грузинскому варианту, мне очень нравится без коррупции. Сложно будет, но особо, чтобы что-то поменялось. Мы только надеемся, что что-то поменяется. Пока результатов не видно. Считаю эти попытки абсолютно неэффективными и не принесущими результатов. В первую очередь, наверное, прописать правила. Потом найти людей, которые бы эти правила воплотили в жизнь. Ну, по тому, как говорят, все это должно быть к лучшему. Но как оно на самом деле будет? Может, пока что пиарятся они, а на самом деле как оно в реальности будет? Трудно сказать. Это мы посмотрим, когда уже начнет работать полиция, это так называемая. На новых машинах со всеми делами придут новые люди, молодые, очень компетентные, знающие английский язык. То есть современные. Немного изменения я не вижу. Тем, что изменился министр внутренних дел, да, он изменился. У него есть какая-то команда, есть какие-то идеи. Но, в принципе, есть задумки непоганые муниципальной милиции, патрульной службы. Это все задумки непоганые, пока это только проекти в зародку, або на каких-то першочерговых этапах. То пока этого еще не видно. Так же, те резонансные дела, которые были бы порушены против высокопосадовцев, нижних рангов и так далее, они тоже, в принципе, не порушены. Да, есть какие-то показовые такие моменты, типа арешт службы надзвичайных ситуаций, когда это все на всю страну показали. Да, мы такие крутые, мы от вас беремо тут и арештовываем. Ну, это, как на меня, показово. А на самом деле это же в битвелективе то, что на самом деле никого не садят и ничего не делается. Ну, в целом положительно, но основных изменений, конечно, не вижу, но стремление к этому очень даже правильное. А в чем это проявляется? Ну, в наборе новой, ну, моя новая полиция. То есть милиционеры уже все коррумпированные, прогнили полностью, уже их требует полностью менять. И не надо устроить никакого шанса и права на реабилитацию. Успех реформирования всегда зависит от людей. Можно написать хорошие законы, которые в нас в статье есть, но они не выполняются. Поэтому все будет зависеть от людей, какие будут проводники в этих реформах. Ну, то, что милицию реформировать надо, это сто процентов. А как происходит процесс сейчас, трудно оценить, надо посмотреть по результатам реформирования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова